Виктор, добрый день! Здрасте, Владимир Васильевич! Смотрю, ты вооружился своей любимой пилой! Что ты тут собираешься ей делать? Да вот жалко пилить, но, наверное, буду убирать грушу. Она поражена как-то, что-то тут с ней то ли ее кактусом привили, а она вся в колючках, листья все сохнут. Мне кажется, она и не живая. Стоп, стоп, Виктор, ни в коем случае! Груша действительно в плачевном состоянии, очень сильно поражена ржавчиной. Но эта болезнь не смертельная, она лечится и в одном из роликов. Уважаемые садоводы и огородники, добрый день вам всем! Мы расскажем подробно, как лечить, как не допустить эту болезнь в свой сад. Но из-за этой болезни уничтожать деревья не нужно. Мы сейчас займемся с тобой обрезкой. Исправим ошибки, которые были допущены при формировании этого дерева. И омолодим это дерево, это сейчас в данный момент наиболее важно. Так что ты молодец, вовремя вооружился ты своей пилой. Значит, давай сейчас будем исправлять ошибки. Ошибки здесь такие. Вот многие садоводы, к сожалению, не совсем правильно подходят к обрезке. Обрежут деревья полносящие, а потом 2-3 года иногда более к ним не подходят. А это неправильно. Они после обрезки очень сильно зарастают волчками. И часто внутри кроны вместо вырезанных веток вырастает целая куча волчков, как самостоятельно деревьев. Что мы и видим на этом дереве. Вот смотри, центральный проводник здесь вот был правильно в этом месте удален. Но вместо него выросло 3 волчка, которые в свое время, когда они были маленькие, не удалили. Не перевели на боковые их чуть позже, на 2-3 год. И вот они уже превратились в самостоятельные деревья здесь в центре кроны. Вот когда-то, обратите внимание, вот здесь вот был маленький волчок. И если бы его удалили, когда он 10 сантиметров размером был, никакой бы проблемы не было. А сейчас он уже практически 5 метров, как самостоятельное дерево. Вот их нужно сейчас будет какие-то удалим совсем. Вот этот, например. Ну, а здесь вот в центре кроны, вот этот волчок мощный. Вот смотри, вот он. Вырежешь совсем. Ну, а вот эти, где есть разветвление, мы просто переведем на боковые веточки, расположенные горизонтально, чтобы снизить дерево в высоту. Так что давай начнем прямо с центра. Начинаем всегда обрезку с санитарной обрезки. Вырезаем сухие, больные, поломанные. Здесь таких на этом дереве нет. Поэтому давай начинать сразу с центра. Удалять будем вот эти волчки. Иван Васильевич, слушайте, ну, как будто прям дышать легче стало, и сад преображается. Мне очень нравится. Да, действительно так оно и есть. И, может быть, кому-то покажется сейчас не очень красиво, но за два года вырастут новые ветки. Из них сформируем новую крону из молодой древесины. И она отлично будет и красивой, и будет плодоносить. И еще обратите внимание, что мы не только вот убрали в центре все лишнее, ненужное, но по максимуму сохранили все вот эти небольшие веточки плодовые, на которых формируется весь урожай. Их ни в коем случае срезать все не нужно, как некоторые совершают ошибку. Оголяют дерево совсем. Иван Васильевич, а вот эти вот, как-то они тут болтаются. У меня просто дети маленькие еще зацепят их. Абсолютно верно. Они здесь внизу не нужны. Если даже на них плоды будут, они практически до самой земли наклоняться будут. Поэтому какие-то из них вырезаем совсем. А там, где есть возможность, есть боковые ответвления, направленные вверх, скажем, как здесь вот, переводим на боковую, растущую вверх. И эту веточку мы пока сохраняем. Ну, а вот эти, которые явно прям висят, их вырезаем на кольцо совсем, не оставляя пеньков, чтобы здесь волчки новые не вырастали. Вот эта веточка, она вовнутрь растет, он там переплетается. Она не нужна. Вот эта веточка. Но не злоупотребляем сильно полностью все вот эти ветки, молодые, маленькие, не вырезаем. Вот это все можно пока оставить. Еще такой момент. Бывают места, ну, относительно, как бы, пустое, нет здесь веток. А где-то в стороне есть ветки, которые вовнутрь идут, сильно загущают. И их не обязательно вырезать совсем, будь здоровый. Правда. Ох, это ржавчина. Виктор, это правда. Допускать груши до такого состояния ржавчины нельзя. Чок потом может замучиться насмерть. И еще такой момент интересный. Бывают случаи, в части какой-то кроны есть, ну, свободное, скажем, вот место. А рядышком веточки идут вовнутрь, как бы загущают там друг другу, мешают. Но их можно вот таким вот образом слегка укоротить и подвести вот под большие ветки. Не вырезать вот таким вот образом, а оставить. На них много плодовых почек. И эти веточки будут на следующий год плодоносить, и по тяжести плодов будут вот здесь. Ну, и потом их осенью можно будет вырезать совсем. То есть, там, где есть возможность по максимуму оставить вот эту мелкую плодовую древесину, ее нужно оставлять. Ну, вот, Виктор, смотри, каким дерево было, да, загущенным и большим, и каким оно стало нормальным, компактным и не очень большим. Вот, и плюс оно будет на следующий год, я смотрю, плодовых почек заложилось много, облеплено плодами, они опустятся эти веточки еще пониже. И вот будет удобное, хорошее дерево. Вот в таком состоянии на будущее надо будет держать. И, не совершая ошибку, как многие в конце мая, как только волчки вырастут на 5-10 сантиметров, не надо их упускать больше, их нужно просто выломать рукой, а не зеленый травянистый легко отламываться, или вырезать секатором. Причем, уделить внимание там 10-15 минут дереву и навести порядок, и тогда не будет вот этого безобразия, которым с этим деревом было до обрезки. Иван Васильевич, сразу два вопроса. Как Вы определили, что уже плодовые почки на них заложены? А вот в этом году урожая не было, дерево отдыхало, и несмотря на вот эти проблемы с ржавчиной, о которой мы потом расскажем подробно, как от нее защищаться. Вот заложилось много плодовых почек, дерево отдохнуло, и вот на следующий год вот здесь вот много будет урожая, может даже будет перегруз. Ну посмотрим, если много завязь завяжется, может даже поможем, чуть-чуть стрясем, чтобы оставшиеся были покрупнее, а дерево не надорвалось урожаем, иначе потом может быть без урожая год отдыхать будет. И второй вопрос про волчки. Только в мае они потом больше прекращают растить? Как правило, если мы их выламываем, вот все почки спящие тронулись в рост после обрезки, около крупных срезов, как правило, они вырастают. Потому что дерево в шоке, не поймет, что с ним случилось. Была такая огромная крона, много было веток, и вдруг их не стало. И оно пытается восстановить крону. И пробуждаются все спящие почки, куда пришло много питания, а ветки здесь нет. И вот эти почки трогаются в рост, из них вырастают волчки. Они трогаются почти все одновременно. Если мы их вот в конце мая выломаем, то после этого их будет мало очень, то есть какие-то почки еще чуть запоздало и пробудутся, или просто не будет совсем. И вот дерево таким незагущенным, обрезанным будет 2-3 года. И получается обрезка тоже сокращается тогда? Конечно. А потом только легкая санитарная обрезка. Какая-то веточка сломалась, опустилась сильно вниз по тяжести плодов, или может быть веточки неудачно расположены, трутся друг от друга. Легко, быстро подошел, за 5 минут подправил, убрал все лишнее. Это и для дерева безболезненно, и для тебя будет легко. И не надо будет вот столько веток срезать. Не надо наносить много ран, потому что каждая рана для дерева, это рана, это боль, болячка. Поэтому вот не надо допускать загущенности, чтобы потом срезать много, столько срезов. И когда мы режем регулярно, вот очень важно, с первого года посадки формируем деревья, а потом в дальнейшем всю жизнь режем их ежегодно, регулярно. Тогда обрезка легкая, быстрая и безболезненная для дерева. Не пропускать маль, чтобы потом... Ну и вот, что осталось теперь с этим деревом, ты уже знаешь замазать. Варм, конечно, конечно, я аж это... И дерево практически, можно сказать, готово будет к зиме. Отлично. Ну, а мы на этом пока с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш канал Дача без проблем, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь. В комментариях я с удовольствием на них отвечу. Ну и у кого в саду похожая ситуация с деревьями, вот вы теперь видели, как можно исправить, навести порядок. Пользуйтесь хорошей погодой, наводите, исправляйте. Успехов вам! Иван Васильевич ничего не сказал, а вам, что с веточками-то можно сделать или нужно. А я знаю и скажу. Да, Иван Васильевич уезжает, а мне это все разгребать. Поэтому я вам расскажу, как я легко избавляюсь от этих веток и беру их в оборот. Это садовые измельчители. И в следующем ролике я расскажу вам о том, какие они бывают и какая щепа из этого получается. Садовое измельчание.